МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 72 участка под индивидуальное жилищное строительство. В администрации прошла жеребьевка земли для многодетных. Для здоровья и легкости 8 сентября отмечается Международный день физиотерапии. 50 программ для обучения во Дворце детского творчества прошел день открытых дверей. Далее расскажем обо всем подробно. 72 участка под индивидуальную жилищную застройку распределили между многодетными семьями. Для этого в администрации провели жеребьевку земельных наделов. Участки находятся на улице Нижегородской. Там уже проложена система инженерных коммуникаций, выделены деньги на строительство дороги. Жеребьевку участков земли под ИЖС для многодетных семей провели с соблюдением всех защитных мер. На процедуру распределения пригласили по одному представителю от семьи. За час до начала участники зарегистрировались и получили пакет документов, бланки заявлений и памятку о правах и обязанностях семьи, претендующей на получение земельного участка. Процедура жеребьевки земельных наделов для многодетных семей проводилась второе впервые. Действительно историческое событие, поэтому прошу настраиваться на позитив и работаем четко по регламенту. Жеребьевка, процедура четко определена законом. Распределить нужно было 72 участка в районе улицы Нижегородской. На жеребьевку пригласили столько же семей, стоящих первыми в очереди на получение земли под строительство. К назначенному времени не пришли представители четырех семей. В барабан загрузили 72 конверта. В порядке очередности к барабану поднимались многодетные родители. Одни уверенно вытаскивали конверт из барабана, другие с волнением искали среди десятка одинаковых свертков свой счастливый. Выходили они из зала тоже с разным настроением. После жеребьевки доволен, остался доволен. Участок как надо, как хотел, по крайней мере. Все хорошо, ждал давно. Наконец-то дождались. Дождались наконец-то. Остался участок. Вы довольны своим выбором? Средним. Не то, что хотела быть, но, скажем так. Очень довольна выбором, очень довольна расположением. На самом деле решение о том, что я буду принимать участие в жеребьевке, приняла буквально за минуту. То есть я сюда шла, на самом деле отказывалась от участия в жеребьевке, планировала принять участие в другой раз. Год переживания и год вот этой обиды, он остался, конечно, в душе. Чтобы обещали одно, а в итоге пригласили на жеребьевку совершенно по другой земле, вот эта обида осталась. Одна семья отказалась от участия в жеребьевке. Таким правом, многодетные могут воспользоваться только один раз. Если семья откажется еще раз, то их снимут с очереди. Изначально ждали улицу Западную, то есть на что мы пять лет, в принципе, как бы и стояли, но в последний год нас поменяли на Нижегородскую. То есть я как строитель знаю свойства той местности, соответственно, Западной. И по финансам, то есть разница будет существенная для меня, по крайней мере. После жеребьевки в течение сентября земельные участки будут переданы семьям в собственность, и они смогут распоряжаться ими по своему усмотрению. О сроках следующей жеребьевки сообщат дополнительно. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Улучшить свои жилищные условия могут и молодые семьи. При этом не обязательно иметь детей, но нужно, чтобы брак был официально зарегистрирован. Молодые семьи могут получить социальные выплаты для решения жилищной проблемы в рамках действующей программы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации. При этом на субсидию могут претендовать и неполные семьи – один родитель и ребенок или несколько детей. Среди требований возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет, платежеспособность, то есть государство выделяет часть средств на покупку квартиры, а семья должна иметь возможность оплатить остаток, можно в ипотеку. Также семья нуждается в улучшении жилищных условий, не имеет своего жилья или на одного человека приходится меньше определенного метража. Право на улучшение жилищных условий с помощью этой выплаты предоставляется молодой семье только один раз. При этом приобретать жилье у близких родственников нельзя. За подробностями можно обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом. Традиционная ярмарка «Осенний завоз» пройдет на территории городского рынка 13 сентября. Производители из Нижегородской и Владимирской областей привезут плодовощную, мясную, кондитерскую, сувенирную продукцию, мед, чайные сборы, растительные масла и многое другое. Ярмарка ждет посетителей с 8 до 15 часов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В преддверии эпидемического сезона по гриппу Роспотребнадзор открывает Всероссийскую горячую линию по профилактике ОРВИ. До 12 октября специалисты ведомства будут отвечать на вопросы граждан по номеру 8 800 555 49 43. Сотрудники Роспотребнадзора подскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Также они проконсультируют родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний. Начинается новый сезон проекта «Читаем вслух». 9 сентября его откроют ученики седьмых классов городских школ. Ребята прочитают отрывки из повести Владимира Железнякова «Чучело». Как считают организаторы проекта, их главная задача – показать детям хорошую литературу и дать им повод поразмышлять о поступках ровесников. И нечто подобное может произойти и сегодня. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, во дворец придут лишь несколько семиклассников. В основном чтение вслух будет записано на видео в классах школ, а затем общий смонтированный файл появится на сайте Дворца детского творчества и в социальных сетях. Уже второй матч чемпионата Нижегородской области по футболу завершился для Саровского клуба крупным поражением. В игре с салютом Сормова из Дзержинска саровчане уступили со счетом 6-1. Единственный мяч в ворота соперников отправил Алексей Борькин. По результатам последних матчей Саров занимает восьмую строчку турнирной таблицы. С первого сентября введены новые проездные билеты для студентов. Документ действителен для всех видов внутригородского сообщения на всей территории Нижегородской области. В Сарове можно воспользоваться на автобусах Горавтотранса. Как оформить проездной и как рассчитать его стоимость расскажем в следующем репортаже. Новые единые проездные билеты выпущены для студентов. Льготные тарифы теперь действуют во всех населенных пунктах области. Вместо бумажных проездных теперь можно оформить уникальную персональную транспортную карту на сайте оператора Ситикарт. Для этого необходимо загрузить данные паспорта студента, данные страхового пенсионного свидетельства студента, изображение студенческого билета с отметкой учебного заведения о продлении на следующий учебный год и фотографию студента. Срок изготовления карты 14 дней. После получения ее необходимо активировать и пополнить. Сделать это можно в отделениях Почты России или через Сбербанк онлайн. Срок действия льготной карты студента равен одному году. Чтобы пользоваться льготной картой студента в дальнейшем, нужно до 30 сентября продлить эту карту на следующий учебный год. Стоимость проездного билета на 40 поездок 400 рублей, на 60 600. Цена одной поездки составит 10 рублей. Также для студентов предусмотрен безлимитный абонемент сроком действия на один месяц. Стоимость такого проездного – 700 рублей. Карта действует на городских маршрутах. Получить льготы на междугороднем транспорте можно благодаря электронному кошельку, оплата которым дает скидку на проезд 50%. Оформить его можно на сайте Ситикарт или в многофункциональном центре. За первые шесть месяцев этого года коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен у 47 712 несовершеннолетних в России. У 32% инфицированных не было симптомов, а у половины отмечалась легкая форма COVID-19. Тяжело болели только 0,2% заразившихся, в основном дети в возрасте до года. Ученые объясняют это так называемой конкуренцией вирусов, присутствующих на слизистой органах дыхания. А также тем, что у детей нет достаточного количества рецепторов АПФ, в котором прикрепляется коронавирус. Осложнения при SARS-CoV-2 у несовершеннолетних также регистрировались достаточно редко. Пневмония была у 8% больных, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. Об этом сообщил ТАСС во вторник директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалея Минздрава России Александр Гинсбург. По его словам, пока не готовы документы, чтобы получить разрешение Минздрава РФ на возможность исследования этой вакцины на детях. Над этим ведется работа. За минувшие сутки в России выявили 5099 случаев заражения COVID-19. Из них 146 в Нижегородской области. В Сарове заболевание подтвердили еще у 17 горожан. Из тех, кто госпитализирован, 19 находятся в состоянии средней степени тяжести. Ежегодно 8 сентября физиотерапевты разных стран мира отмечают свой профессиональный праздник. Физиотерапия – одно из старейших лечебных направлений медицины. Эти специалисты помогают укрепить физическое здоровье, решить проблемы с осанкой, восстановить растянутые или поврежденные мышцы. Находят причины головной боли и боли в суставах. О представителях этой профессии, живущих в нашем городе, расскажем далее. Физиотерапевтом Ларисы Завадской работает уже 20 лет. Сначала женщина была педиатром. Позже решила попробовать себя в другом направлении и не пожалела. По словам врача, ее работа интересна тем, что каждый раз процесс лечения разнообразный. Самое ценное, что может получить доктор от пациента, картина его выздоровления. У тебя появляется какой-то неврологический пациент, какой-то ортопедический пациент с какой-то сложной историей. Или какой-то для восстановления после оперативного лечения к тебе поступил. И вот ты начинаешь углубленно смотреть материал, изучать патогенез этого заболевания и думаешь, как можно помочь. Ты составляешь целую программу реабилитации этого пациента. Что, зачем мы с вами будем делать. И очень приятно наблюдать за этими пациентами, смотреть, как они восстанавливаются. Физиотерапевт – универсальный врач, который должен обладать обширными медицинскими знаниями. Разбираться в природе химического и физического влияния на организм человека. К такому доктору обращаются при патологиях легких, лорорганов, опорно-двигательной и пищеварительной систем, артритах и артрозах, гинекологических заболеваниях, недугах неврологического характера и дерматологических проблемах. Конечно же, все знать невозможно. И поэтому в своей работе мы всегда консультируемся с лечащим врачом. Всегда работаем в тандеме. Но все равно приходится очень много читать каждый день. Потому что, сами понимаете, что нам надо знать много. По словам врача, в последнее время активно применяются комбинированные методы лечения и цветотерапия. Лечение электромагнитным излучением видимого диапазона, теми лучами, которые есть у нас в солнечном спектре. Все мы с вами выросли под солнцем. И у нас в организме эволюционно заложены фотоакцепторные клетки, которые могут отвечать на этот вид терапии. Фотоакцепторы для каждого цвета есть в нашем организме. Для красного – это соединительная ткань. Для синего, зеленого излучения есть свои ферменты, воздействие на которые мы меняем жизнедеятельность организма. В централизованном физиотерапевтическом отделении принимают и взрослых, и детей. Процедуры подходят как для реабилитации, так и для профилактики и поддержания организма в тонусе. Сейчас прием пациентов в отделении в связи с пандемией временно приостановлен. 50 программ для обучения предлагает в новом учебном году Дворец детского творчества юным саровчанам. Ребята могут выбрать понравившееся объединение художественной, естественно-научной, социально-педагогической, спортивной направленности. Детей научат фотографировать, шить, петь, собирать роботов и даже делать рекламные баннеры. День открытых дверей в этом году в Дворце детского творчества проходил без традиционных массовых собраний в кабинетах у педагогов. В условиях пандемии очень важно было начать обучение оффлайн, поэтому родители приходили к наставникам своих детей поодиночке. Занятия тоже будут проходить с соблюдением защитных мер. Педагоги в масках, это контроль температуры на входе во дворец для детей, для родителей обязательно, ну как это сейчас везде происходит. Это расписание, мы его будем сейчас менять, поэтому со следующей недели мы всех детей ждем, вся информация будет у педагогов. В этом году в Дворце появилось несколько новых программ обучения художественной и технической направленности. Программа «Юные инженеры». Наш педагог Шурыгин Валерий Викторович, наш очень опытный педагог, который уже ведет у нас авиамодельное объединение, предлагает ребятам с 7 лет научиться, скажем так, первым инженерным навыкам. Это работа с различным инструментом. Еще одну программу разработала Светлана Демидова. Педагог работает во Дворце 6 лет. Она учит ребят с 7-8 лет о замкомпьютерной графике. Сначала они осваивают простейшие программы. Второй год фотошоп у нас, то есть это уже работа с готовыми изображениями, они составляют коллажи, плакаты, различные афиши делают. Третий год в компьютерной графике – это публикации. И еще они делают презентации. Ребят постарше Светлана учит по направлению рекламы и дизайн. Они создают на компьютере рекламные баннеры, используют для этого различные программы. Плакаты различные, делают макеты дипломов, грамот, разрабатывают логотипы. То есть вот такая идет работа творческая у них. В этом году Светлана разработала еще одну программу и приглашает детей научиться создавать на компьютере короткие анимационные фильмы. Всего во Дворце детского творчества и педагоги будут обучать детей по 50 программам – танцам, вышиванию, игре в шашке, шахматы, робототехнике и многому другому. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.